Всем привет, с вами Мофи и сейчас я вам покажу топ оружия для тех, кто только начал играть в Апекс. Итак, первый класс оружия у нас открывают снайперские винтовки. Первый ган, который идеально подойдет тем, кто не особо умеет брать упреждение, это энерговинтовка. Так как тут вы стреляете просто лучом прямо в цель, но не забывайте, что перед основным выстрелом идет просто луч, который не особо наносит дамаг. Так что если вы начали стрелять, старайтесь держать прицел на противнике, так как в совокупности один выстрел в среднем наносит 90 урона. Ну и вторая снайпа, которую я вам посоветую, это тройной эффект. Тут уже немного посложнее, так как вы одновременно стреляете тремя снарядами, на которые, слава богу, тратится один патрон. И в этом сама фишка этого оружия, так как тут, если вы все-таки промахнулись одним снарядом, то у двух других есть шанс попасть за вас. Но тут уже все зависит от расстояния и везения. Ну и вторая фишка этой снайпы заключается в особом модуле под названием точный чок. Тут уже, если прицеле дать свестись двум скопом по краям к середине, будет одновременный залп, который стреляет всеми тремя снарядами в точку, куда вы целились. И если вы попали в голову, то в среднем нанесете 130 или больше урона. Ну а также эту снайпу можно использовать как дробовик. Вот вам пример. Итак, теперь переходим в класс оружия, которому требуются легкие боеприпасы. И первый ган у нас открывает RE-45, автоматический пистолет-пулемет. Отлично подойдет тем, кто любит быстро выйти, раздать все обоймы и выйти на перезарядку. Ну и плюс того, что этот пистолет, он довольно-таки быстро перезаряжается, что может дать вам некое преимущество. И второй плюс у этого пистолета в том, что у него почти нет отдачи. И она легко контролируется. Все, что от вас требуется, это просто при зажатии выстрела понемногу опускаете мышь в левый нижний угол своего ковра. И вот, просто опуская мышь в левый нижний угол своего ковра, вы уже стреляете так, будто играли в эту игру уже часов так 200. Ну а из модулей, что может дать какой-никакой буст, это в первую очередь вам понадобится увеличенный легкий магазин. И уже самое последнее, что вам надо будет найти, это ствольный стабилизатор. С ним у вас станет еще легче контролировать отдачу, которой тут почти и нет. Ну и сама фишка, которую я заметил, с ним более-менее можно попадать в воздухе, когда вы летите на крюке или прыгаете на батуте октейна. Ну и еще точно так же попадать можно с ведомого тройного эффекта и энергии винтовки. Итак, теперь второй ган на лайтах, это у нас R301. Здесь могу сказать, что это просто классика. Тут и несложная отдача, отличный ДПМ, то есть скорость стрельбы и неплохой урон. В совокупности с быстрой стрельбой мы получаем ган, с которым можно так же быстро выходить. Из-за укрытия выдать полобойму и снять армор, ну или сразу нокнуть. Ну а из модулей сюда ставьте все самое лучшее, и главное не стоит пренебрегать дульным стабилизатором первого уровня, так как он дает 10% к снижению отдачи, а это как-никак повлияет на вашу стрельбу. Ну а из прицелов уже кому как удобно, но я обычно предпочитаю использовать Х1, ну или чаще всего Х2. Ну и последний ган в моем топе, который использует легкие боеприпасы, это мой любимый сменщик. И сразу плюсы, неплохое количество патронов без модулей, ну не знаю как для вас, а для меня у него очень удобный встроенный прицел. И поэтому я ставлю на него все модули кроме прицела. И еще плюс, это легкая отдача как у Ирья-45. И так как у этого оружия всего 2 ствола, они сами себя немного стабилизируют за счет того, что стреляют по очереди. Ну и для кого-то маленький минус, и из-за этого, наверное, непопулярность этого оружия, это скорость стрельбы. Она тут и не сказать, что медленная, но и не сказать, что ты можешь быстро раздать, когда выйдешь. Так что этот ган скорее для открытой местности, где мало укрытий, главное не забывайте про ваши укрытия. Ну и так, теперь мы переходим в класс оружия, который использует тяжелые боеприпасы. И первое оружие это флетлайн. Отличная штурмовая винтовка с хорошим уроном, ну и минусы у него довольно-таки сложная отдача, как будто вас бьют по руке. Поэтому из модулей, чтобы хоть как-то облегчить ваши страдания, может помочь прицел Х2 или Х3. С ними контроль почему-то кажется легче, но и приклад немножечко вам поможет. А увеличенный тяжелый магазин сможет дополнить всю мощь этой пушки. Ну и последний ган, который подойдет тем, кто не любит особо контролировать отдачу, это Хэмлот. Минусы этого оружия это режимы стрельбы. Тут вы уже не позажимаете, так как у этого оружия основной режим это тройной выстрел. Ну и теперь плюсы, это урон. И так как он выпускает всего по 3 патрона, можно сказать, что у него почти нет отдачи. То есть, все что от вас требуется, это при выстреле немножко опускать мышь вниз. И главная фишка в том, что при попадании тройным выстрелом в голову, вы можете снять сразу армор. И вторым залпом сразу нокнуть. Но и не стоит забывать про одиночный режим. Так как если вы поняли, что тройной выстрел для вас бесполезный, на дальней дистанции может помочь именно одиночный режим, чтобы не тратить много патронов. Ну и приятная фишка, если вас все-таки зарашили, не стоит паниковать, так как у вас есть тройной выстрел, и он может помочь вам вблизи. А из прицелов советую ставить на него Х2 и редко Х1. Ну а модули первым делом это прицел. И второй модуль из основных это увеличенный магазин. Остальное сами подбирайте для себя, кому как удобнее. Теперь топ оружия, которое потребляет энергетические боеприпасы. Это хаос. Тут сразу плюсы, это сразу у вас 32 патрона, что убирает потребность в увеличенном магазине. Неплохой урон и скорость стрельбы. Ну и легкая отдача. Чтобы его контролировать, достаточно просто призажать и опускать мышь вниз. Ну и минус его в том, что ему надо дать разогреться. И только потом он будет всех унижать. Ну и еще минус, это довольно-таки долгая перезарядка. На этом вроде бы все минусы закончили. Переходим к следующему оружию. Так, теперь дробовики. Тут особо и говорить не надо. Первый топ пока что для меня это Ева-8. Скорострельный дробовик со средним уроном в 60. Хороший ган для того, чтобы загнать противника в угол. Ведь он будет бояться выйти на вас. Так как за 4 выстрела, если он будет в полной броне, или даже в Ева-броне, вы сможете сделать фарш из него. Ну и теперь модули. Первым делом ему требуется найти затвор, так как с ним скорость стрельбы в разы увеличится. И еще модуль, который зависит уже от ситуации. Это двойной выстрел. Он добавляет смену режимов к дробовику. Второй режим за одно нажатие стреляет два раза с немалой скоростью. Ну и прицел уже сами для себя опробуйте. Кому какой удобнее будет. Ну и второй дробовик, закрывающий мой топ, это Мастиф. Этот дробовик выпускает несколько дробинок в линию. Чтобы хоть как-то наносить с него урон, советую целиться. Так как при прицеливании у него немного сужается кучность выстрела. И плюс этого оружия, высокий урон при попадании всеми дробинками. Минусы есть некая почти незаметная задержка при выстреле. Поэтому из модулей тут нужен только затвор для дробовика, чтобы хоть как-то увеличить скорость стрельбы. Ну и на этом вроде бы все. Подписывайся на канал, ставьте лайки, ждите новых гайдов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok